Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такое очень сложное, на мой взгляд, понятие как невроз. Я расскажу под свое, очень простое понимание, что же это такое. Сложное оно в силу того, что даже в психиатрии нет, скажем так, обращения к этому термину. То есть, вся международная классификация болезней относительно психиатрии не использует вот это понятие. Более того, его даже сейчас уже перестали использовать психологи, которые занимаются психотерапией. И они больше говорят о различных психологических травмах, абьюзе или еще что-то. И так вот, на мой взгляд, что происходит с человеком, который находится в состоянии невроза. Я вот так изобразил такую схемку, ну, естественно, такую очень условную схемку, чтобы показать. Вот есть некое состояние, в котором пребывает, ну, скажем так, его человеку, его постоянное нормальное состояние. Есть некие его потребности, истинные его потребности. Истинные его потребности, желания, ну, вот то, что действительно он хочет. И то, что действительно ему нужно реализовать для того, чтобы, ну, так скажем, хорошо себя чувствовать. А есть вот некая такая многоголосица. Есть еще такой термин, как интенции. То есть, это постоянные какие-то желания, постоянные какие-то обращения. Но в случае невроза, а это как бы голоса. Это такая многоголосица. Ну, это, конечно, не психопатологический феномен голоса. Это, можно так сказать, очень условно, некие какие-то команды, обращения, которые начинают человека разрывать. Как это выглядит? Например, человек обращается к врачу, не обязательно к психиатру, там, любому специалисту. Тот что-то советует. А дальше вот эти голоса в голове начинают кричать наперебой. Одни кричат, а вдруг он ошибается. Проверь, проверить. Человек начинает лезть в интернет, получает какую-то информацию. Тут же голоса эти начинают обсуждать. Ой, да, вот ты видишь, что-то происходит, что-то там написано. А вдруг это с тобой случится? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Много-много-много-много таких пугалок возникает у человека в голове. А вдруг, а вдруг, а вдруг. Другие говорят, да что ты загоняешься, да что ты сомневаешься. Вот доктор сказал, а вдруг он прав. А нужно делать так, как доктор говорит. Доктор выписал какое-то лекарство, а вдруг оно поможет, а вдруг оно не поможет. А вдруг мне будет плохо, а вдруг будут осложнения, вдруг будут побочные эффекты. Вдруг сначала поможет, потом все вернется. И вот эти голоса, многоголосица, они просто отравляют существование человека. То есть, они постоянно звучат в голове, они постоянно вынуждают человека делать много каких-то действий. И эти действия порой разрывают человека. То есть, они говорят, надо делать так, как доктор говорит. Человек принимает какое-то лекарство. Тут же возникают голоса, вот ты принял, а вдруг что-то случится. И происходит вот это внутренний хаос, внутренняя сумятица, внутренний диссонанс возникает. И человек в панике. Вот это все провоцирует панические состояния. И самое главное, человек никак не может отвлечься на что-то другое, на действительно какие-то важные дела. Либо, допустим, вот вовне, да, у него есть какие-то важные дела. Нужно их делать. Нужно работать, нужно заниматься семьей, домашними обязанностями и так далее и тому подобное. Но он это не делает, потому что его постоянно разрывают эти голоса. И что еще они приводят, да, я вот уже упомянул, вот это понятие постоянные сомнения, постоянные сомнения. Любое действие вызывает шквал вот этих голосов, шквал просто вот этих интенций, вот этой многоголосицы, которая будет разорвать. А ты будешь делать, а вдруг у тебя не получится. А вот кто-то сказал, а надо вот это делать. Человек начинает делать и тут же прекрати, лучше сейчас остановиться, лучше сделать это потом. А надо было раньше это делать. Идет упреки, идут упреки. И вот эта постоянная мыслемешалка в голове, вот она постоянно отравляет человеческое существование. Вот как я вижу состояние невроза, вот как я вижу людей, которые приходят ко мне в состоянии именно невроза, да, или то, что мы можем назвать неврозом. Вот такой у меня получился небольшой обзор. Благодарю за внимание.